Нейшенал Джеографик представляет Эйден Куин И Найджел Хоторн В фильме «Запретная территория» В фильме снимались Кабербэдди Эдвард Фокс Дилан Бейкер Кристофер Фулфорд и другие Композитор Марк Адлер Оператор Горацио Куейро Продюсер Джуд Паркин Автор сценария Джон Пельмайер Режиссер Саймон Лэнгтон Ниянгве Центральная Африка 1871 год Режиссер Саймон Лэнгтон Режиссер Саймон Лэнгтон Щикон Музу Ва Гелёт Ег Lis Щикон Музы Эг 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 Кто-то напал на деревню. Доктор Ливингстон, доктор Ливингстон. Сарагоса, Испания. Я репортер. Прекратите стрельбу. Синьор Стэнли! Синьор Стэнли! Синьор Стэнли! Что ты здесь делаешь? Телеграмма! Приезжайте в Париж, срочное дело. Беннет? Ладно. Ладно. Пожалуй, я поеду. Смотрите. Сделаем еще раз. Войдите. Кто вы? Генри Стэнли? Стэнли! С возвращением в цивилизацию. Этот человек, сударыня, лучший репортер моей газеты, Нью-Йорк Геральт. Здравствуйте. Он писал репортажи о войне в Испании, умопомрачительные и сенсационные. И часть из них даже правдивая. Прошу. Не беспокойтесь. Они француженки и не понимают ни слова. Будь они американками, они бы лежали у ваших ног. Надо ценить американских читателей. С их голодом на кровь, слезы и славу. Еще они любят поиски сокровищ. Я не виню их за это. С детства я сам занимаюсь поисками всего редкого и недосягаемого. Ваше здоровье. Спасибо. И сейчас меня интересует доктор Ливингстон. Доктор Ливингстон? Миссионер? Выдающийся миссионер загадочной Африки. Первый европейец, который пересек непроходимый континент, открыл водопад Викторию и озеро Ньяса. Вы не знаете, где он? Не имею ни малейшего понятия, как и все остальные. Великий путешественник, национальный герой, святой человек, бесследно исчез. Я хочу, чтобы вы его нашли. Вы хотите, чтобы я его нашел? Вы хоть представляете, где он? Пять лет назад британцы послали его в Центральную Африку, с тех пор от него не отвезти. У него была привычка наступать на мозоли, поэтому ее исчезновение никого не взволновало, да? А почему вас это беспокоит? Что вы? Мне плевать на этого христианского фанатика. Если не волнует вас, почему это должно волновать меня? Потому что я так хочу. Кроме того, что гораздо важнее этого хотят американские читатели, наш бизнес – продажи газет Стэнли. И спасение праведника, и спасти львов, и каннибалов – самый лучший способ в этом преуспеть. У вас будут приключения. И если вы преуспеете, вы получите признание. И сверх того, успех среди женщин. Ведь вам нравится женщина. Полагая, это небольшое путешествие может оказаться исключительно дорогим. Ну что ж, тысяча фунтов сейчас. Когда вы их истратите, я выпишу вам еще одну тысячу. Если надо, получите еще больше. Даже если придется искать его кости, найдите Ленингстона. Никому не рассказывайте о своем лагрании. Над войны будут смеяться. Либо постараются восстановить против него. Помните, Стэнли, самое главное – это успех. Любой ценой. Если Господь позвал Ленингстона в Африку, он сделал это с явным намерением пошутить. За все время старик обратил одного язычника в веру и нажил многочисленных врагов, которые отправили бы его в ад, будь они даже миссионеры. Как исследователь, он нашел плато, которое уже открыли португальцы и арабы. И придумал схему колонизации, которая привела к проблемам для Британии и гибели нескольких человек. Он знает, что дурак и не вернется домой, пока не докажет обратное. Почему он вас интересует? Это чистой воды любопытство. На случай, если мне придется его искать, молите Бога, чтобы не пришлось. Когда он исчез со своими дикарями, многие из нас вздохнули с облегчением. Разумеется, это между нами. Вы знали его лично? Насколько я помню, он был крайне неприятным человеком. Он обожал своих черных дикарей, презирал белых и цивилизованных собратьев. Он очень хорошо умел ладить с каннибалами, но ничего не смыслил в геологии и ботанике. Скажите, куда вы направляетесь? Мне дали задание исследовать реку Руфиджи. Господи! Когда мы последний раз слышали о нем, он был очень далеко оттуда. У нас есть проверенные сведения, да? Какие? Его убили дикари. Разве вы не слышали? Сделали из него жаркой. Надеюсь, у них крепкие желудки, и они переварили этого старого осла. Достаточно сведений для верного последователя. Субтитры создавал DimaTorzok Задумались о своих журналистских прегрешениях, мистер Стэнли? А, мисс Пайк, с Новым Годом! Я слышала, вы скоро уезжаете в Африку? Да. А почему вы не веселитесь? Ну, торжества – это не в моем вкусе, мисс Пайк. А вы любите? Вы здесь с матерью и сестрой? Да, мать и сестра развлекаются с одним чистолюбивым поклонником, но я решила сыграть роль грубой американки. Грубой вас не назовешь, мисс Пайк. Все американцы – грубияны, мистер Стэнли. В особенности вы. В особенности я? Да, мы остановились в одном отеле. Мы родом из одной далекой страны. Но вы совершенно игнорируете меня. Я вас почти не знаю. Да, но я вас знаю очень давно. Я читала ваши статьи из Испании и Абиссинии. И вы поразили мое воображение. Вы даже вдохновили меня. Вдохновил? Да, я тоже решила отправиться в исследовательскую экспедицию. Какой же темный и зловещий континент вы решили изучить? Вас. Я из Санциннатии. Мой отец умер, и моя мать привезла меня, чтобы показать Европу. Вот и все. Но вы исследователи такие загадочные. Я репортер, а не исследователь. Ерунда. Вы ищете неизвестное? Где-то далеко? Но не попытка ли это уйти от поисков неизвестного здесь? Вы слишком романтичный, Спайк. Все мои секреты смешны, изурядны. Я вас уверяю. Это уж мне решать. Пример, откуда вы родом? Одни говорят, из Сент-Луиса, моя мать слышала, из Нового Орлеана. Мой отец торговал хлопком на Миссисипи. Он умер, и я уехал. Простите, вы так внезапно уехали. Моя мать говорит, люди так поступают, когда лгут. Мне нечего скрывать, мисс Пайк. Простите, я не хотела вас рассердить. Я просто любопытная девушка, влюбленная во все загадочное. Куда вы уезжаете? Я так хочу знать. Чтобы разделить с вами хотя бы мысленно невероятные приключения, которые мне никогда не суждено пережить. Это территория неизучена, потому что там не ступала нога белого человека. Но где-то там, посреди 11 миллионов квадратных миль незнакомого с цивилизацией пространства, находится человек, которого я ищу. Кто это? Боюсь, этого я вам сказать не смогу. Тогда скажите мне, зачем вы хотите его найти? Наверное, ради приключений. И ради признания. Если мне удастся, если я его найду, это докажет, и я докажу, что чего-то стоит. А зачем доказывать? Вы Генри, Мортон, Стэнли. Вы тот, кто вы есть, независимо от успеха или провала. Провала не будет. Я могу умереть, но я не боюсь смерти. Я предвижу множество неприятных сюрпризов, мисс Пайк. Не самой приятной будет и встреча с этим, как говорят, замкнутым человеком. Но я не могу представить себя со шляпой в руке, объясняющимся с работодателем, почему я не смог выполнить свое обещание. Вы этим так страстно увлечены, мистер Стэнли. Да. Я всегда думала, что мужчины увлекаются лишь деньгами или женщинами. Почему вы отворачиваетесь от меня? Не могу понять, это равнодушие или застенчивость. Но меня вы можете не бояться. Занзибар, Восточная Африка, 1871 год. Африка, 1871 год. Африка, 1972 год. Африка, 1872 год. Африка, 1971 год. Африка, 19 ½ четыре падение. Ой, ой. Продолжение следует... Моя дорогая Элис, я пишу тебе это письмо накануне отплытия. Думаю лишь о своем возвращении, о том, как я снова увижу тебя. Здесь говорят, что Ливингстон умер, и мне придется возвращаться с останками, а не с живым человеком. Как только я высажусь в Англии, я обниму тебя и поцелую так, как ты поцеловала меня когда-то. Но перед этим пройдет так много времени. Мой друг, пожалуйста, успокойте меня. В консульстве ходят слухи, что вы истратили 3000 фунтов на несколько миль материи, миллионы бус и сотни бухт медной проволоки. Эти слухи неверны, доктор Кирк. Слава Богу, я постараюсь... Я истратил 4000 фунтов, а не 3. Неужели? Боже мой, зачем газете тратить огромные средства на такую ничтожную реку, как Руфиджи? Нью-Йорк Геральт заинтересован в участии, за любые расходы в исследовании земного шара. Да, я понимаю. Вы ведь тоже были исследователем. Кажется, вы провели несколько лет, путешествуя с одним исследователем и миссионером. С Ливингстоном? С доктором Ливингстоном, да. Как вы думаете, где он сейчас? На этот вопрос очень сложно ответить. А что он за человек? Говорят, он очень скромный. Это правда? А во всяком случае, он не ангел. С ним очень нелегко ладить. Мы постоянно отправляем ему припасы. Но недавно мне сообщили, что все отправленное ему месяц назад так и осталось на побережье. Он сам виноват. В одиночку полез в самые дебри. А куда он отправился? Это недалеко от моего маршрута? Нет, нет. Вы пойдете на юг. А у Джиджи в нескольких сотнях миль на запад. Кроме того, у Джиджи... От Ливингстона давно уже нет никаких новостей. Но я должен сказать вам, если он хоть на мгновение заподозрит, что рядом находитесь вы или другой белый человек, он тут же пройдет сотни миль по болотам, лишь бы уйти подальше. Хотя, возможно, проведение распорядилось по-своему. В каком смысле? На прошлой неделе мы получили сообщение, что он, скорее всего, погиб. Дорогая Элис, наконец-то мы отправились в Уджиджи. Под нашим звездно-полосатым и красным задзебарским флагами нам предстоит пройти 700 миль враждебной неизученной территории. Наш караван состоит из 192 человек и их жен, в том числе 10 вооруженных солдат под командой Бомбея, зубастого малого, путешествовавшего еще с Бертоном и Спиком. Один из наших проводников – рослый османе. Похоже, он затаил в глубине души серьезную обиду. В нашей экспедиции также участвуют три европейца. Главный штурман Уильям Фаркуар, который оказался, к несчастью, законченным пьяницей. Матрос Джон Шоу снят из корабля по подозрению в организации мятежа. И знакомый тебе американский джентльмен по имени Бана Маккуба, большой человек. Хотя он еще слишком робок, чтобы взять на себя роль командира. Дорогая Элис, мне очень тяжело описывать пережитое за сегодняшний день. Наш переход занял всего 10 миль, но на него потрачено так много часов труда. Хотя я в Африке, но я чувствую себя песчинкой, которую увлекает неизвестная сила, которой бесполезно сопротивляться. Что послало меня сюда? Наверное, сама судьба, которая использовала Ливингстона как приманку, а тебя – как неутомимого рыбака. Давайте. Мой дорогой Мортон, я только что получила твое первое письмо. Как это романтично, гораздо романтичнее происходящего здесь. Моя сестра и ее поклонник позорно влюбились и готовятся к свадьбе. Может, нам последовать их примеру? Это шутка. А может и нет. Черт возьми, не бросайте узлы. Стойте. Я постоянно думаю о тебе и мечтаю, как буду нежно целовать тебя. Твоя любящая Элис. Поднимайся вещи. Отпустите, сэр! Мальчишкам порка идет на пользу. Вы очень сильно заболели, Бана. Давно? Несколько дней. Мы продолжаем идти? Нет. Почему? Бана Фаркуар тоже очень болен. Дьявол. Почему мы остановились? Вы поднялись? Да, чего я не могу сказать о вас? У меня ужасная болезнь, мистер Стэнли. Я едва могу двигаться. Что скажете? Это всего лишь сыпь. Не так страшно, как вам хотелось бы. Мы не сможем с ним идти. Вы тоже не оправились. Я могу поехать на лошади. Ваша лошадь пала. Мухи Цеце вчера прикончили ее. Тогда насильщики, они потащат нас на спине. Насильщики разбежались. И я не могу их за это винить. Их вождь бреду, и они решили вернуться домой. Разбежались. Почему вы их не остановили? Они ушли ночью. Что мне было делать? Связать их во сне? Если необходимо, да. Вам удалось кого-нибудь задержать? Да, одного мы поймали. Вы наказали его в назидание остальным? Нет. Пока еще нет. Этому человеку заплатили вперед за участие в экспедиции. Я беспощадно расправлюсь с теми, кто нарушит свое слово. Он украл воду и пищу у всех вас. И бросил нас умирать. 20 ударов. Закончите. Моя дорогая Элис, жестокому и эгоистичному миру нужна твердая рука в сочетании с щедростью. Кнут обладает удивительной способностью восстанавливать физические силы у тех, кто склонен к лене. Я бы не колебля с холесталом как белых, так и черных. Я вынужден сечь даже самого себя в глубине души. Я страдающий от лихорадки пилигрим, ищущий, не зная, зачем останки умершего человека. Моя душа, кажется, знает, зачем. А мое физическое тело вынуждено просто терпеть. Я нещадно, через силу, гоню себя вперед. Так почему другие ждут сострадания от того, кто беспощаден к самому себе? КОНЕЦ Мистер Стэнли? Я так и знал, что это вы. Я Хамас Бен Абдула. Я слышал о вашей экспедиции. От кого? Африка. Вы далеко от реки Русиджи. Да, мы решили отправиться в Уджиджи. Моей газете нужен репортаж об озере Танганьика. Ваша газета будет страшно разочарована. Вам не добраться до Уджиджи. Почему? Мирамбо? Вы слышали о нем? Нет. Местный вождь, который воюет со всеми чужестранцами, никого не пропускает. Если вы продолжите свой путь по этой дороге, вас всех убьют. Спасибо. Я приму к сведению ваш совет. Мистер Стэнли. Быть может, стоит поблагодарить Аллаха за то, что наши пути пересеклись. Я был вынужден повернуть назад. У меня не так много людей, чтобы сражаться с Мирамбо. Но если мы объединим наши силы... Прошу. Мирамбо никого не пропускает через свою территорию. Для него нет различий между арабскими аработорговцами и европейскими исследователями. Он считает, что те и другие опустошают его королевство. Наверное, так оно и есть. Это англичане не признают межплеменные границы. А я лишь обращаю в рабство его врагов. Может, он боится, что когда его врагов не останется, вы поработите и его самого. Я гарантирую вам, мистер Стэнли, лучше стать нашим рабом, чем остаться свободным в этих праждебных лесах. Ну, нет. Для некоторых людей рабство хуже самой смерти. Без сомнения, вы хорошо знаете, о чем говорите. Да. Вы когда-нибудь были скованы цепью с таким великолепием? Взгляните на этого мальчика. Его родители убили в соседней деревне. Без меня он наверняка попал бы на жаркое Кмирамбо. Как его зовут? Богатством моего брата. Разумеется, теперь у него нет ни брата, ни богатства. Но посмотрите на него. Посмотрите в его глаза. Он вам нравится? Я не покупаю рабов. Тогда я вам его отдам в подарок. Назовите его как угодно. Он ваш? Как на Суахиле будет молодая антилопа? Калюлю. Значит, Калюлю. Инчааллах. Моя дорогая Элис, мне подарили юного раба, чьи страдания я даже не могу себе представить. Он потерял все, что было для него дорого в этой жизни. И я лишь могу надеяться, что мое вмешательство сможет вернуть ему веру в гуманность людей. Калюлю. И да, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Хамас, вернитесь! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Что вы делаете? А вы как думаете? Если вы уйдёте, вы погибнете. Мы должны вернуться. Вы единственные хотите дальше идти. Напомню, у вас нет выбора. Я болен! Мы все больны. Это пройдёт. Как у Фаркуара? Я не могу уйти. Я теряю разум. Тогда убирайтесь. Оставляйте ружье в палатку и проваливайте. Я без них не выживу. И мы тоже. Нам не пройти территорию этого вождя. А я и не собираюсь. Я обойду ее вокруг. Мы пойдем на юг. Вы спятили. Вы даже не знаете, что там. Скоро узнаю. А теперь либо уходите без силу, либо помогайте нам хоронить мертвых. Ну что? Я с вами. Тогда приведите себя в порядок. Простите. Я пойду с вами. Простите. Моя дорогая Элис. Быть может, ты никогда не получишь это письмо. Разумеется, если я не вернусь невредимым в твои объятия, а буду убит, и опаду в желудок какого-нибудь каннибала. Я в самой жуткой преисподней. И зачем я продолжаю идти? Пусть она замолчит. Пусть она замолчит. Это произойдет и со всеми остальными. Это заставит ее замолчать. Ты единственная, ради кого я живу, моя Элис. Ты и Ливингстон. Это заставит мне, для того, что у вас нет. Что заставит тебя на глазах? Я вернусь. Пусть, я shines заставит тебя. Я знаю. Класс. Это очень мощное оружие. Некоторые говорят, что оно сильнее копья. А это кровь моего оружия. Когда я пишу здесь, это моя кровь. О, Боже! Пожалуйста, не надо, сэр! Порх идет на пользу мальчишкам, которые плохо выполняют свою работу. Дальше мы не пойдем, пана Макуба. Мистер Шоу был прав. Вы обращаетесь с нами почти как с рабами. Я относился и к Шоу, и к вам одинаково. И теперь он мертв. Вы понимаете? Он был трус, слабак. Ты сильнее его, Османе. Зря вы нам льстите, бана Макуба. Если вы требуете продолжать путь, тогда вы тоже умрете. Я требую. Бана! Бана! Что случилось с Бомбей? К нам гости с запада страны. Они видели белого человека. Я хочу точно знать, где они его видели. Уджиджи. Уджиджи. Он недавно пришел. Спроси, как он был одет. Какую одежду? Он был одет так же, как и вы. Спроси, он молодой или старый? Старый. У него седые волосы. Он скоро умрет. Скоро умрет? Но он еще не умер? Нет. Он еще не умер. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, сэр. Здравствуй. А кто ты такой? Я Суси. Слуга доктора Ливингстона. Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Доктор Ливингстон, я полагаю. Да. Да. Господи, благодарю. Я берег ее специально для этого случая. Знаете, когда я пришел сюда, 16 дней назад, я был при смерти. У меня не было еды, лекарств и, разумеется, бумаги. Вы просто воскресили меня. За ваше здоровье, сэр. За послеполуденную безмятежность природы, за жужжание насекомых вокруг, за течение жизни, которая в тысячах различных форм существует на этой иссушенной земле, в водно-глубинах и в воздухе, который нас окружает. Ничего, я сам отлично справлю, спасибо. Доктор, возможно, вас интересует, зачем я сюда приехал? Ну да, сперва я подумал, что вы французский следователь. Но, когда я увидел американский флаг, я скорее обрадовался, потому что ни слова не понимаю по-французски. Полагаю, вы, как и остальные белые люди, прибыли, чтобы найти истоки Нила? Нет, я пришел, чтобы разыскать вас. Да. А разве я терялся? Вы когда-нибудь слышали о Нью-Йорк Геральт? Кто же не знает этой газеты? Геральт послал меня на ваши поиски, чтобы оказать вам помощь, вернуться со статьей и, возможно, лично с вами, если вы пожелаете. Я не предполагал, что американцы так высоко меня ценят. Мои соотечественники напротив меня забыли. Извините за нелестные отзывы в адрес моих спасителей, мистер Стэнли. Хорошо. Хорошо. Так вы поедете домой вместе со мной? Домой. Мой дом находится здесь. Спасибо. Скажите, мистер Стэнли, вы когда-нибудь были в экспедиции? Хотя, конечно, были, раз вы здесь, тогда вы должны меня понять. Вот уже две тысячи лет человечество ищет истоки Нила. Фонтан истинной жизни, по словам Птолемеи, берет начало на Лунной горе. Это где-то совсем рядом от нас. И это озеро, я уверен, дает жизнь Великой реке. И если это действительно источник Нила, тогда я обращусь к людям с тем, что гораздо важнее всего остального. Видите ли, у меня тоже есть миссия. Секретная миссия. Она должна вывести нас из мрака невежества, к которому мы живем, на свет истины. Секретная миссия? Да. И когда-нибудь я расскажу вам о ней. Если вы поплывете со мной. Поплыву с вами? Куда? В северную частью озера, чтобы установить, берет ли там начало Великая река или нет. Если нет, это знамение Господа, что моя миссия закончилась с провалом. А если да, тогда я открою истоки Нила, и, быть может, люди прислушиваются к тому, что я им сообщу. Вы хотите, чтобы я с вами отправился в экспедицию? Да. Доктор, для меня это огромная честь, но я не могу. У меня есть обязательства перед моей газетой, перед невестой. Я должен вернуться. И вы должны вернуться вместе со мной. Почему? Почему? Ради вашего здоровья, вашей безопасности, а не для вашей слова. Хорошо. Я согласен с вами поехать. Если вы сперва отправитесь со мной, мне нужна ваша сила и ваш провиант. Мистер Стэнли, мы нужны друг другу, чтобы достичь своей цели. В конце концов, вы приехали сюда на поиски приключений. Мистер Стэнли, приключения еще только начинаются. Моя дорогая Элис, я отправился в новую поисковую экспедицию. Наш корабль – африканский арго, выдолбленный в стволе дерева. Мой спутник – человек поистине редкостной доброты и неиссякаемого оптимизма. Мы ищем ответ на вопрос, который уже не одно тысячелетие мучает человечество. Для Ливингстона наша цель еще благороднее. Для него не существует иных мотивов, иначе как нести вперед время истины и свободы. не стреляйте. -а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Неха- 꿈 front-ofee. books поиски –vs. Зачем вы целились из ружья в тех людей? Я целился в дикаре, чтобы сохранить себе жизнь, доктор. Они кидали в нас камни, а не дротики. Их нельзя винить. Мы пытаемся изменить их образ жизни. Естественно, их образу жизни требуется определенный перемен. Я люблю этих людей. Они мои дети. Наше присутствие внушает им страх. Рано или поздно их обычаи должны уступить нашим, если их удастся спасти. Спасти? Для христианства? Для будущего. Европейцы появились здесь задолго до миссионеров. С собой они сюда принесли смертельную болезнь. Она называется работорговля. Она поражает свободных людей и превращает их в рабов. Рабство – печальный пережиток. В Европе и в Америке оно объявлено вне закона. Да, но здесь оно узаконено. Не меньше 30 тысяч несчастных ежегодно проходят через рынки Занзибара. Это не считая тысяч заболевших и умерших. Еще перед погрузкой на корабли. Если бы британские читатели узнали о размахе этого кошмара, возможно, правительство что-то и предприняло бы. Так почему вам не вернуться и не рассказать обо всем, что вы знаете? Вы думаете, мне поверят? Я старый упрямый осел, которого считают национальным посмешищем. Представляю, что они вам наговорили про меня. Доктор, вы предпочитаете есть в одиночестве? Нет, конечно, нет. Просто я так привык все делать один. Садитесь. За кого вы были во время войны американских штатов, мистер Стэнли? Что? За север или за юг? За тех и других. Мой сын погиб в той войне. Ваш сын? Да, Роберт. Ему было всего 18. Обычная вещь для лагеря военнопленных. Вы их видели? Нет, не видел. Я был плохим отцом. Я уделял мало внимания своим детям. Я бросил свою дорогую, любящую и преданную жену. Но Роберт отдал свою жизнь за дело, которому я посвятил лишь слова. Знаете, когда я увидел ваш флаг, когда вы подходили ко мне, я сначала принял вас за Роберта. Пристрели этого сукина сына. Пожалуйста, помоги мне. Нет. 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 Все в порядке. Ничего, это всего лишь лихорадка. Это всего лишь Африка. Расслабься. Расслабься. Вас не пригласили, мисс Пайк, на следующий танец? Да. Пригласили. Извините. Мистер Беннет, я Элис Пайк. Я подруга, очень близкая подруга Генри Мортона Стэнли. Думаю, этот проходимец умер. Не может быть. Вы получили от него известие? Нет, давно уже. И я тоже. Он потратил мои деньги, а затем исчез. Для него же лучше, если он окажется мертвым. Едва ли он может послать письмо оттуда, где он находится. Из котелка дикаря. Он обманул нас, мисс Пайк. Он раскошелил меня на несколько тысяч долларов и в вашем лице потерял подругу, простите. Очень красивую подругу. Я не верю, что он погиб. Я бы почувствовала. Вы такой же американский романтик, как я. Что? Возможно, вы правы. Да, я надеюсь, вы правы. Доброго вам вечера, мисс Пайк. Нет. Нет. С вами все в порядке? Да, да, да. Это просто сон. Откуда вы знаете валийский язык? Валийский? Я его не знаю. Ночью в бреду вы говорили на нем и, кажется, просили Бога помочь вам. Вы молитесь, мистер Стэнли? Молюсь ли? Иногда. Да. Моему Богу? Я не индуист, если вы об этом спрашиваете. Чего вы боитесь? Я не боюсь ничего. А смерти? Ну, смерти. Однажды, много лет назад, меня чуть не загрыз леп. И после этого я понял, как легко можно умереть. Я почти гордился собой за это открытие, но вскоре я понял, что есть вещи гораздо страшнее страха смерти. Например, ну, не знаю, понять себя. Теперь я понял, что я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, сэр, что я сделал? Субтитры сделал DimaTorzok Доктор, что случилось? Я должен с вами поговорить Моё имя не Генри Стэнли Меня зовут Джон Роулинс Я родился в Уэльсе, а не в Америке Всю свою жизнь я лгал Лгал Об этом я никому не говорил И зачем я вам рассказываю? Наверное, потому что вам это необходимо Я незаконно рождённый ребёнок Я никогда не знал своего отца А моя мать? Когда мне исполнилось шесть лет, она бросила меня Сдав в работный дом И то, что делали со мной В той ужасной тёмной комнате Всю жизнь преследует меня Пожалуйста, сэр, не надо! Порка идёт на пользу мальчишкам Которые плохо выполняют свою работу Я провёл там целых девять лет Наконец, наступил момент Когда я больше не мог терпеть свои мучения Растёгивайся, мальчишка Не стану, сэр Что? Дерзкий мальчишка Живо снимай штаны Никогда Ах, никогда! Я добрался до Ливерпуля Нанялся на корабль, отплывающий в Америку Жизнь на корабле, как вы сами понимаете Была не лучше, чем в работном доме Когда мы прибыли в Новый Орлеан Я сбежал с корабля Именно там я встретил своего отца Отца? Нет, конечно, не настоящего отца Это был человек, который приютил меня И дал мне работу Он оказался первым человеком Который отнёсся ко мне с любовью и заботой И он Он дал мне имя Генри Стэнли Ну, однажды он сказал мне Что должен уехать по делам Он уехал И я больше никогда его не видел Никогда И вот Я снова убежал На этот раз на войну Я был в сражении под Шайло Мы вставили фиалки в фуражке В знак мира В надежде, что по нам не будут стрелять Но они открыли огонь Помоги мне Помоги мне Пожалуйста, помоги мне Он был моим другом Одним из немногих Кому я раскрыл своё сердце Пристрели этого сукина сына Давай Помоги мне Меня отправили в лагерь для военнопленных Кэмп Дуглас под Чикаго Я прекрасно знаю условия, в которых погиб ваш сын Я выжил Потому что перешёл на другую сторону Ступив в армию Северного Союза Незаконно рождённый Брошенный своей матерью Избитый до полусмерти Как я мог верить в любовь? Я научился верить только в одно понятие Себя Вы спрашивали, молюсь ли я? Да Молюсь Но порой мне кажется, что я просто бормочу слова У них нет никакого смысла Господь никогда не любил меня Так почему я должен любить Его? Тогда почему вы живы? Вы могли умереть в работном доме, на войне, в джунглях, во время путешествия сюда Ваши спутники умерли Может, у Господа есть свой замысел? Возможно, у Господа есть своё чувство юмора, но я не вижу в этом никакого предначертания А это не вам решать Вы должны подчиняться воле Господа, чтобы понять, что Он в действительности хочет от вас Река в Петербурге Отпадает в озеро, а не вытекает из него Да, теперь ясно, что это не истоки Нила Что ж На западе есть ещё одна река Луалаба Возможно, это и есть верховье Нила, и это нам предстоит выяснить Доктор, доктор Простите, я не могу этого сделать Я должен вернуться в Англию Вы поедете вместе со мной После того, как исследуем Луалаба Это займёт не больше 18 месяцев У меня нет 18 месяцев В газете ждут от меня статьи Я хочу обвенчаться с женщиной, которая ждёт меня Возможно, Господу не угодно, чтобы вы исследовали эту Луалабу Нет, в этом есть Божья воля Вы думаете, он послал меня в Африку потерпеть неудачу? Не вам решать, что он задумал Разве это не ваши слова? Простите, доктор, но вы обещали Если я соглашусь вас сопровождать, вы отправитесь со мной на родину Потом вы можете снова вернуться Луалаба подождёт Моя дорогая Элис Мы возвращаемся в Зандибар И скоро я окажусь в твоих драгоценных объятиях Доктор согласился отправиться со мной К несчастью, в пути он заболел Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы он живой добрался до Лондона Его гипотеза насчёт истоков Нила потерпела полные права И хотя он в этом не признаётся Боюсь, он считает, что Господь отвернулся от него Мистер Стэнли! Да, доктор? Я должен вернуться Вернуться? Но мы проделали большую часть пути Мы высадимся в Зандибар Я должен найти верховья Нила Я должен пройти до конца реку Луалаба Конечно, но сперва вернёмся в Англию Нет, это не является волей Господа При всём моём уважении, Господь хочет, чтобы вы вернулись в Англию и навестили своих близких Доктор Вы совсем больны? У меня с собой письма моим детям Благодарю Освальду и Агнес Прошу вас Мой дневник Пожалуйста, передайте им всё это А это Моя миссия Моя тайная миссия Я обещал вам когда-нибудь рассказать Я был свидетелем резни, мистер Стэнли Сотни мужчин, женщин и детей Были убиты или обращены в рабов Я был единственным свидетелем европеец Никто не поверит в тот ужас, который я видел Но вам они поверят Потому что вы совершили то, что немногим по силам Вы разыскали меня наперекор всем испытаниям И нашли путь к моему сердцу Поэтому прошу вас Возьмите это с собой и постарайтесь опубликовать Не подведите меня Этой мерзости пора положить конец Почему вам не поехать со мной, не сделать это самому? Потому что Потому что я нужен здесь Ради этой цели Господь и послал меня сюда Теперь я это понял Вы настырный, прямый человек Я вижу, ничто не в силах вас переубедить Ты для меня как сын Пожалуйста Ты для меня как Роберт, вернувшийся ко мне Я обещаю сделать все, что в моих силах Я вижу, что в моих силах Я выезжаю Я веду В команду Я вернусь Я веду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, доктор Я прибыл к вам в поисках богатства А теперь покидаю с миссией веры Я больше не знаю, кто я И не понимаю, кем я был Джоном Роулиндсом или Генри Стэнли Но одно я знаю наверняка Вы были мне как отец, которого я никогда не знал И я буду скучать Я вижу твое лицо Слышу твои слова И я буду рядом с тобой, даже когда ты будешь далеко Господь тебя защитит Благословляю тебя И вас В путь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Стэнли Мистер Стэнли Вы действительно нашли Ливингстона? Да, разумеется Значит, неправда, что экспедиция была мистификацией Здравствуйте, а Элис, мисс Пайк дома? Нет, сэр Она в отъезде, сэр В отъезде Не могли бы вы передать ей это, когда она вернется? Скажите, что это от друга, вернувшегося из Африки Хорошо, сэр Она надолго уехала? Трудно сказать, сэр Она не говорила ничего определенного Ничего определенного Ясно Спасибо Вы обманули нас, мистер Стэнли Но мы в королевском географическом обществе Не позволим себя обмануть Я всего лишь выполнял инструкции Вы вели себя как мальчишка Ливингстон наш человек Если бы мы хотели, мы бы нашли его Так почему мы это не сделали? Потому что он не исчезал Мы прекрасно знали, где он У вас не было об этом ни малейшего представления Разве это имеет значение? Это не важно Речь идет о гораздо более важных вещах Думаю, вы просто мошенник, Стэнли Мошенник? Доктор Ливингстон ненавидит репортеров И особенно тех, кто работает на желтые американские таблоиды Если бы он соизволил дать кому-то интервью, это был бы англичанин, но не вы Вы хотите сказать, что я все это сфабриковал? Почерк на привезенных вами письмах подозрительно походит на ваш Я не эксперт по подлогам, но мы в королевском географическом обществе воздержимся от комментариев, пока не услышим, что скажет семья Ливингстона Перестаньте А пока что мы приглашаем вас попытаться отстоять свое утверждение на заседании общества Отстоять? Мне нечего отстаивать Напротив, есть Ваша репутация, ваша правдивость, да и сама ваша персона вызывает сомнения Если вы предпочтете хранить молчание, британское общество сделает соответствующие выводы С другой стороны, если ваша история правдива, чего вам бояться? Я хочу поведать вам историю старого человека Блестящего старого человека Который в одиночку отправился искать истоки могучего Нила Кое-кто из вас сомневается в правдивости моих слов И заявляет, что привезенные мной письма не более чем подделка Вы ошибаетесь У меня с собой еще одно письмо Которое описывает происшествие, свидетелем которого стал Ливингстон Это чудовищная резня, которая произошла Довольно, нам нужны только географические факты Молодой человек, я и пытаюсь сообщить вам факты Вы искренне так считаете, мистер Стэнли? Я лишь считал, что буду разговаривать с аудиторией заинтересованных исследователей Сами вы, похоже, первооткрыватель несуществующей страны А вы из тех кабинетных географов Что не удосужились изучить даже свой собственный сад Кто этот мальчик-туземец? Пусть говорит туземец Он не привык разговаривать с недоумками От кого я это слышу, мистер Стэнли? Это правда, что вы незаконно рожденный из Уэльса? Он король обезьян Не нашли вы никакого Ливингстона Это он обнаружил вас Мистер Стэнли Мистер Стэнли, мои искренние поздравления Я так горжусь, что знакома с вами Мистер Барни, это мистер Генри Мортон Стэнли Рад познакомиться Элис немного рассказывала о вас Не очень жаль, что мы не встретили вас на вокзале Понимаете, мы были на континенте И возвратились только сегодня утром Из медового месяца Замечательное было путешествие, Стэнли Вы бывали в Венеции? Замечательное было путешествие, Стэнли Калюлу! Калюлу! Что ты думаешь о цивилизованном мире? Не похож на твой, правда? Да Счастливый ты По крайней мере, знаешь, где твой дом, а я нет Всю свою жизнь я убегал Но мне некуда было бежать Пожалуйста, помоги мне больше не убегать Отец Давай, поедем домой Да, Калюлю Мы уезжаем домой Банадад Ванадад Банадад Банадад КОНЕЦ КОНЕЦ Открытие бывает не самое приятное, правда? КОНЕЦ Пусть Божья благодать не зайдет на тебя, и на любого американца, британца, африканца, который поможет залечить эту позорную язву человечества. Доктор! Да, кстати, тебя реабилитировали. КОНЕЦ КОНЕЦ О, да-да. Телеграмма, сэр. Да. Спасибо, сэр. Телеграмма, 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 сэр. чтобы раз и навсегда определить, где находятся истоки Нила. Потому что Африка была матерью Ливингстона, а я – сын Ливингстона. Публикация дневника Ливингстона с рассказом о резне в Ньянгве сыграла ключевую роль в решении британского правительства заставить султана Занзибара закрыть крупнейший в Восточной Африке рынок рабов. Стэнли прошел вдоль бассейна Луалаба до Конга и Атлантического океана, доказал гипотезу о том, что озеро Виктория является главным источником Нила. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Екатеринбург Арт. Субтитры создавал DimaTorzok